Заворский районный суд Роковым для него стал единственный удар ножом. Подозреваемая 23-летняя сожительница убитого. От молодой женщины исходил сильный запах алкоголя. Патрульной службе подозреваемая сказала, что не виновата в случившемся. Молодой человек якобы пошел чистить картошку и в процессе нанес себе смертельное ранение. Я не знаю, как он упал. Я просто помню, у него кровь потекла в фонтан. Я начала по соседям, по всем случаям, чтобы вызвали скорую. В тот же день подозреваемую доставили в Заволжский межрайонный следственный отдел города Твери регионального следственного комитета. Срок ареста 9 декабря включительно. Видеоролики, созданные правоохранителями с целью уберечь нас от мошенников, демонстрируются во всех общественных местах. Жителям города и области раздают предупреждающие листовки. Будьте бдительны. Но жертв не становится меньше. В региональном следственном комитете предупреждают о почастившихся случаях мошеннических действий со стороны лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Номера телефонов отображаются некорректно. Используется так называемая подмена телефонного номера. Оптимальный вариант – вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах правоохранительных структур, от имени которых вам звонят. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета, либо с целью обезопасить сбережения – это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить правоохранительные органы. Продолжение следует...